Чемодан с сюрпризом. Как задержали дилера в кража века? Почему операция «Гараж» провалилась, я отдам самое дорогое, что предлагал дальнобойщик. В Омской области перед судом предстанет дальнобойщик, который пытался дать взятку обручальным кольцом. Еще в январе сотрудники ДПС остановили фуру, за рулем которой был пьяный водитель. Полицейские пригласили его в служебный автомобиль для составления протокола. Там дальнобойщик предложил инспекторам 10 тысяч рублей. Когда те отказались, в ход пошло обручальное кольцо. Услышав отказ, дальнобойщик стал угрожать сотрудникам полиции. Говорил, что если его повезут на медицинское свидетельствование, то он их застрелит. Пьяного шофера все же доставили в отдел полиции. Там он вину признал, в содеянном раскаялся. Госавтоинспекторы также дали свои показания. Сотрудники ДПС вновь ответили отказом на получение денежного вознаграждения. После этого Давыдов разозлился. Сказал последним, что является бывшим военнослужащим. Проходил службу в воздушно-десантных войсках. А также проходил курсы снайпера, что совершит убийство последних снайперской винтовки. Сотрудники ДПС приняли угрозу высказывать свой адрес. Вместе с тем, в ходе дальнейших показаний Давыдов показал, что убийство сотрудников ДПС совершать не намеревался. Высказывал угрозы. Тем самым пытался освободиться от привлечения к административной ответственности. В результате дальнобойщик понесет уголовную ответственность, если суд, конечно, признает его виновным. Мужчину обвиняют по статьям угроза применения насилия в отношении представителя власти и покушения на дачу взятки за незаконные действия. Торговцев смертоносным спайсом задержали на Омском железнодорожном вокзале 21 килограмм. Синтетики драгдилеры пытались провести через наш регион. Двух человек сняли с поезда и проверили их багаж. В нем оказался, говоря языком юристов, особо крупный размер. Операция наркоконтроля в нашем следующем сюжете. 11 пакетов. Я из санкотических средств. Молодой человек не скрывает. В его чемодане среди личных вещей 11 пакетов. Каждый весом 1 килограмм. В них психостимуляторы. 3 килограмма спайса, 8 килограммов соли. Подходите, смотрите. С веществом кристаллической формы. В этот же день там же на Омском железнодорожном вокзале задержали еще одного человека. Содержимое сумки девушки также сложно назвать традиционным набором путешественника. 11 килограммов соли. Перед началом личного досмотра я задавала девушке вопрос, есть ли не предметы, вещества, запрещенные в Омском вороте. Она ответила, что при себе имеет наркотическое средство ЭСК, которое находится в дорожном чемодане синего цвета в количестве. 10 пакетов по 1 килограмму каждый. Правильно? Кроме того, пояснила, что задержаны за перевозку водки. Оба задержанных оказались жителями Красноярского края. По версии наркоконтроля подозреваемые планировали реализовать товар через систему закладок в городах Сибири. В результате спецоперации сотрудники УФСКН изъяли из незаконного оборота около 21 килограмма синтетического дурмана. Стоимость партии – несколько миллионов рублей. Данные жители, в частности девушка и молодой человек в возрасте 23 лет, неработающие, ранее несудимые, занимались перевозкой наркотических средств особо крупных размеров из западных регионов Российской Федерации, в восточных регионах, в частности, в Сибирский федеральный округ. По решению Омского суда, жители Красноярска заключены под стражу. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. К другим темам задержались по личным в Омске. Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух мужчин, которые пытались ограбить гараж. Операция провалилась, так как предполагаемые злоумышленники попали в поле зрения сотрудников вне ведомственной охраны. Открыли дверь за шпи. А чем открыли? Руками. И что вы там увидели? Ничего, там было темно. Как установили полицейские, несмотря на плохую видимость, молодые люди рассмотрели два комплекта автомобильных покрышек, два аккумулятора и прожектор. Все это и взяли с собой. Сбыть награбленное не успели. Впрочем, как и уехать из гаражного кооператива. Машина, забитая доверху вещами, привлекла внимание полицейских, которые патрулировали территорию. Сотрудниками вне ведомственной охраны недалеко от улицы Калинина был замечен автомобиль «Москвич», в котором находились колеса и инструменты, которые обычно похищаются из гаражей. Данная автомашина была остановлена. В ней находилось двое мужчин, которые, увидев сотрудников полиции, скрылись. После этого были установлены владельцы данной автомашины и установлены лица, которые находились в этой автомашине. Задержанные 22- и 24-летние омичи. Один из них ранее уже был судим за кражу из магазина. На допросе подозреваемые рассказали, что похищенные покрышки планировали сбыть за 5000 рублей. Уголовное дело возбудили по статье кража с проникновением в помещение. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии каждому. Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 25 тысяч рублей. В Омске задержали группу молодых людей, подозреваемых в серии. Краж из автомобилей, по данным полиции, действовали злоумышленники по ночам в Кировском и Советском округах города. Их добычей становилось все, что можно унести. Подробности далее. Следователь отдела полиции опечатывает автомобиль. 99-ю сотрудники вне ведомственной охраны остановили на улице Мельничной. Патруль обратил внимание на вас, двигающиеся с выключенными фарами. Осмотрев автомобиль, полицейские поняли, почему. Салон и багажник забиты под завязку. Две аккумуляторные батареи, автомагнитолы, части акустической системы, документы на машины, сотовые телефоны, зеркала и многое другое. На вопрос, чьи вещи, водители трое пассажиров не ответили. Разбирательства продолжились в отделе полиции. Пошли к жестерке, машину слили в машину, сняли в машину, в машину, в машину, в машину. Пошли к Волге, сняли в машину, в машину. Все, где выделили, то все в машину. Поехали в другую, но неподалеку. Тоже с одной семерки слили бензин и аккумулятор, с второй магнитофонный аккумулятор. Сейчас в уголовном деле шесть эпизодов краш из автомобилей. Однако в полиции работают над выявлением новых фактов. По предварительным данным, молодые люди причастны к другим аналогичным преступлениям на территории Омска. Как выяснили следователи, четверо жителей Исселькуля опустошали только отечественные автомобили, не оснащенные сигнализацией. Парни разбивали окно и брали все, что находилось в салоне. Под данным фактом возбуждено уголовное дело по признакам става преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция, по которой предусматривает лишение свободы до 5 лет. Полиции рассказали, все похищенное имущество молодые люди сбывали в Исселькуле. Аккумуляторы сдавали на пункты приема металла, личные вещи потерпевших продавали знакомым. Сейчас все четверо находятся под подпиской о невыезде. Свою вину предполагаемые злоумышленники признали, ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В Омске у мужчины угнали автомобиль стоимостью более 1 миллиона рублей. Автокража произошла в центральном округе у подъезда дома по улице Герцена. Владелец Митсубиши Л-200 не обнаружил машину и сразу же сообщил в полицию. По данным УВД, эксперты изъяли следы с места происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают над раскрытием крупной кражи автомобиля. Его стоимость, напомню, превышает 1 миллион рублей. Омская область занимает 16 место в федеральном рейтинге. По вероятности угона число таких преступлений в регионе ежегодно растет. В 2013 году зарегистрировали 563 автокражи, на следующий год уже 723. И вот в этом году уже похитили 74 машины. На сегодня это все криминальные новости. Еще раз этот выпуск вы можете посмотреть на нашем сайте antennasim.ru и в группе ВКонтакте. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»